Две пони шли по длинной проселочной грунтовке с простой белой оградой с обеих сторон. У каждой из них с собой была кружка свежего яблочного сидра, обе были настоящими деловыми кобылами и обе были преданными старшими сестрами. Но на этом сходство между ними заканчивалось. Тебе свезло, что Эппл Блум нравится эта твоя сестра, иначе бы я тебя дальше границы фермы не пустила бы. И у брату моему ты в любом случае даже приближаться не будешь. Рериті лукаво улыбнулась. Я научилась Витебель делиться своими игрушками. Дело не в том, Маккей слишком романтичен, хотя гляд на него так и не скажешь. Такая пони хахтир забьет ему сердце, как только он тебя наскучит. Ты хажешься достаточно милый, Рерс, но ты не похожа на пони, готовый заниматься фермой, а это именно то, что нужно Эпплам. Леди Горько вздохнула. Я полагаю, ты права. Думаю, ни один жеребец не заслуживает того, чтобы портить ему жизнь. Даже если он очаровательный, романтичный фермер из семьи, которая гордится своей честностью. Но очень сильный, наверное. Восхитительный акцент. Почти наверняка слишком хорош для меня. Большой, сильный, но нежный и невинный. Такой непривычный к обычаям мира за пределами своей маленькой фермы. Рерс, не хочу ты огорчить, но ты ослудный текут. Непплджек, пожалуйста, дай мне еще минуту, я фантазирую. Да, это чертовски близко к тому, что я и боялась. Белая одинорожка тяжело вздохнула и немного выпрямилась. Ну тогда, наверное, нам лучше не встречаться. Хотя бы потому, что я почти уверена, что он не сможет соответствовать тому идеалу, который я для него придумала. Наступило долгое молчание, ненарушаемое царившей деревенской тишиной, даже несмотря на близость города. Городская копоть никак не притупляла яркую зелень и красный цвет яблонь, вместо этого оседая на землю в качестве удобрения. Леди не сразу оценила эту простую, спокойную красоту. Кстати говоря, о простой красоте. Единорожка не могла не заметить, что глаза Эпплджек метались туда-сюда, глядя куда угодно, только не на нее. Ух, дорогуша, он точно такой, каким я его описала, да? А, нет, соврала Эпплджек, неудачно. Предпочту поверить. Хочу, чтобы ты знала об этом, потому что я ценю нашу дружбу. Большое тебе спасибо. Это было бы просто позор. Как хорошо, что у Эпплблум есть подруга ее возраста, школа сейчас немного дороговата. Вообще-то, я как раз собиралась спросить тебя об этом. Не Лис Корея, а кое-чем с этим связанным. Ты в последнее время проводишь много времени вне фермы, хотя постоянно говоришь о своих долгах. Эпплджек фыркнула, низко надвинув кепку на глаза, чтобы скрыть свою хмылку от единорожки передней ногой. Ты хочешь сказать, что я сама виновата в том, что я недостаточно усердно работаю, да, Рерс? Что? Нет, конечно нет, я просто... я удивилась. Полегче. Земнопони убрала ногу, демонстрируя свою широкую улыбку. Это все потому, что я теряю клиентов. Не важно, сколько мы вырастим, если никто ничего не покупает. И к узначным ремеслам я зарабатываю недостаточно, чтобы похрыть расходы. Так что думаю, чутка временнее, чтобы провести его в хорошей компании с умными пони у меня есть. Мы справимся. С умными пони? У тебя самой такой огромный потенциал, Моншер. Да еще и с учетом свободного времени. Если бы ты захотела получить образование... При этих словах Эпплджек закатила глаза, задрав нос и полуприкрыв веки. Выражение ее мордочки просто кричало. Чернь, да как ты смеешь пачкать своей кровью колеса моей кареты? Добродушная улыбка вернулась обратно, и Эпплджек подкрепила ее большим глотком сидра, после чего у нее остались шикарные пенные усы. Ты не так омнахах думаешь, Сахарок? Рарити даже опешила от подобного. Ты говоришь на языке культуры? Эпплджек фыркнула. Непер ты кое. Как скажешь, Моншер. Для меня это из их щопорных подготовительных школ. То есть ты намекаешь, что была там и даже училась? Задумчиво пробормотала Рарити, потягивая из большой деревянной кружки свежий яблочный сидр. Ага. Родичи думали, что лучший способ спасти ферму – это выдать меня замуж за богатого пони, что уведет меня в расхошную жизнь. А я буду посылать немного битов домой и сентиментальности перед моими драгоценными деревенскими истоками. Земнопони посмотрела на единорожку настолько многозначительным взглядом, что, казалось, время повернулось вспять, и все для леди вдруг стало медленным и тяжелым. Звучит знахомо, да? Ух, слегка. Рарити кашлянула в белую перчатку. Сидра был допит, и она достала из своей маленькой сумочки пачку сигареты и закурила. Единорожка протянула пачку Applejack, но та, фыркнув, ответила. Нет, спасибо. Предпочту деревенский воздух, то немного, что тут еще осталось. Думаю, если бы я могла разлить его по бутылкам и продавать, то дела бы точно пошли в гору. Снова долгое молчание. Созерцательное. Знаешь, для пони, что так хорошо разбирается в технике, твоя ферма выглядит несколько... устаревшей. Это миленько, но не думала о модернизации. А вот с этой фразой я знакома. Ты хочешь, чтобы я все механизировала? Я же тебе только что сказала. Дело не в том, что мы мало выращиваем. Просто урожай не продается. В наши дни никто не хочет свежих местных продуктов. Всем подавай этот самый экзотический импорт. Тебе просто нужна товарная марка, чтобы сделать себе имя. Твоим товарам, конечно, не хватает экзотики, но это искусственное качество. Я более чем уверена, что мне не нужно тебе указывать, что дальние земли для местных жителей вовсе не дальние, а вполне себе местные. Знаешь, ты хочешь сказать, чтобы я сделала, как ты там это обозвала, продала доброе имя семьи, чтобы сохранить ферму на плаву? Звучит ужасно близко к плывку на него, если хочешь знать мое мнение. Вовсе нет, Сахарок. Это возможность сделать вашу фамилию притчей во языцах среди домов богатой элиты. С энтузиазмом воскликнула Рерити, глубоко затянувшись сигаретой. Глаза ее сверкали от новых идей. Об одном только Сидри можно много что сказать, раз я до сих пор чувствую его вкус, несмотря на сигарету. Эплджек на это лишь фыркнула. А ты там притормозы, Рерс. А то начинаешь говорить, как тыгар, заметавший мой хвост. Копыта в белой перчатке торжествующего сделалась в воздух. Единорожка улыбнулась так, что казалось, у улыбки выросли клыки. Эти клыки сдали адвокатский экзамен и приобрели дорогой костюм, чтобы стать чем-то гораздо худшим. Но когда тигр хватает тебя за хвост, ты с достоинством сдаешься и релегаешь его прямо в висящие биты. Да кажется, что это я позволяю тигр отлегать мои биты, если уж по правде. Ну, сдается мне, наличие битов для легания кажется тут необходимым. Ты сейчас говоришь о деньгах или о своей анатомической метафоре. Еще одна слишком широкая улыбка. Кажется, у тебя нет ни того, ни другого. Тогда почему бы тебе просто не выкинуть свою идею из головы, пока я сама хвост тут не отлегала, а? Где же мои манеры? Как не характерно грубо с моей стороны, моя прекрасная леди. Я прошу вас прощения. Рейнбоу Дэш сняла свой пробковый шлем и почтительно прижала его к груди. Мое имя совершенно не важно, так что давайте перейдем сразу к делу, хорошо? Кобылка в красном платье моргнула. Подожди, ну что? Вот это я понимаю, тяга поработать! Пегаска рванулась вперед, храбро, порыцарски галантно и совсем нежестоко по отношению к бедному клерку, попавшейся ей на глаза. Как вы можете видеть у моей подруги, Пинки Пай, есть целая куча изобретений. Настоящий гений, если вы понимаете, к чему я клоню. Поздоровайся с милой леди, Пинки. Здрасте. Какая умненькая кобылка. Скажите же мне, как вас зовут? Бедная, поставленная в тупик пони, растерянно оглянулась по сторонам. Как она и подозревала, чудесного выхода из создавшегося положения не появилась. Тем не менее, она не полностью была готова признать происходящее вокруг абсурд, поэтому она постаралась привнести логику туда, куда могла. Подождите, если ваше имя не важно, то почему важно мое? Очень хороший вопрос! Дэш буквально научилась энтузиазмом. Вы, должно быть, очень умная пони, если задумались задать его, хей-хо! Пегаска повернулась к своей напарнице с красной тележкой. Пинки, я думаю, что мы нашли подходящую пони, что нам поможет. Ее разум острее гвоздя. Она кажется милой. Согласила земнопони, улыбаясь, пока еще в безымянной кобыле. Кроме того, у вас на столе стоит табличка с именем, но я не хочу трогать бумаги, прикрывающие последнюю половину. Так что разрешите мне пока называть вас просто мисс Голден. Ох, ну, конечно, я полагаю. Великолепно! Дэш снова пришла в восторг. Похоже, вы тут погрязли в канцелярской работе. Если я вам помогу, не окажете ли вы нам услугу, на которую иначе не согласились бы? Голден оглядела возвышающейся и угрожающей обвалом груды бумаги и пергамента, ненадежно примастившиеся вокруг ее рабочего места. Не было бы преувеличением сказать, что она опасалась, как бы нижние слои не начали образовывать осадочные породы под давлением верхних. Клерки за ближайшими к ним столиками уже начали открыто пялиться на двух стоящих перед ней пони. Кабыла в красном платье нервно пожала плечами. Я ни на что не могу согласиться, признала она. И я даже не знаю, как бы я вам могла помочь. Поскольку вы проделали весь этот путь сюда, я полагаю, что это, вероятно, не совсем законно. Я предпочитаю термин экстралегально, куда менее осуждающий, и, честно говоря, это звучит просто потрясно. Позади нее Пинки заговорила, демонстрируя свою тележку с потенциальными патентами. Пожалуйста, мисс Голден. Моя подруга говорит, что очень важно, чтобы я все запатентовала. Моя другая подруга, Твайлот Спаркл, была очень, очень мила со мной уже целую вечность, и я взаправду хочу отплатить ей тем же. Земна пони улыбнулась, хотя ее правая передняя нога уже тревожно задрожала. Она не привыкла так долго находиться в публичном месте. У меня много хороших друзей. Брови-кобылки нахмурились, пока она долго изучала дергающуюся розовую поню в котелке, Твайлот Спаркл, это та, что с большим телескопом. Пинки кивнула. Я знаю ее работы, мне всегда приятно иметь с ними дело. Улыбнулась Голден. Я изучал ее чертежи, и некоторые из ее работ просто совершенны. Как произведение искусства с очень жестким набором правил, как мне кажется. Думаю, именно она показала мне, что математика тоже может быть красивой. Вы понимаете, что я имею в виду? Дэш, понимающий, улыбнулась и медленно кивнула. Неа! Кобылка горько вздохнула. Никто не понимает. Пинки дернулась, улыбаясь, или улыбнулась, подергиваясь. Я понимаю. Не сомневаюсь. Голден снова вздохнула. Было очевидно, что розовая пони просто пытается успокоить ее. Простите, но я действительно очень занята. Если у вас есть патенты для подачи, я уверена, что на стойке регистрации... И снова Рейнбу пренебрежительно махнула копытом, и даже высунула язык. Тхе! Полагаю, они послали нас сюда, чтобы мы подождали, пока там не назначат персонального менеджера. Но я не хотела, чтобы Пинки заскучала, потому что она заслуживает лучшего из лучших, и вы, похоже, тут самая интересная пони. Лезть, кажется, может помочь везде. Как только Голден собралась возразить, что на самом деле она была не намного интереснее, чем любой другой пони в этом помещении, о чем свидетельствовало хотя бы то, что она находила математику красивой. Но, очевидно, она слишком сосредоточилась на предложении в целом, пытаясь опровергнуть его и... Подождите, они послали вас сюда ждать? Это крайне необычно. Как правило, у вас просто все забирают и назначают его от вашего имени. Может, это потому, что мы привезли слишком много? Обеспокоенно спросила Пинки. Ее нервный тик становился все более заметным по мере того, как беспокойство подкрадывалось в ее голос. Все эти подергивания пока что были не сильно заметны, но иногда небольшое движение, просто вышедшее из-под контроля земнопонии, дергало конечность в каком-то направлении, куда она двигаться была не должна. Мне супер жаль, но я не думала, что буду тратить в пустую чье-то время. Голден поправила на носу свои золотые очки. Идеально круглые, соединенные изогнутой линии, которые, казалось, никак не хотели сидеть на мордочке правильно. Ну, это, конечно, не самый обычный для обработки объем. Тут я согласна. Это все ваши патенты? Только те, что поместились в тележки. Некоторые из них сдуло ветром прежде, чем мы додумались перевязать их бечевкой. «Извиняюсь», — пробормотала Рейнбоу, виновата оглядываясь через плечо на клерков, которые все еще подбирали разлетевшиеся бумаги на всем пути от двери до этого стола. Голден медленно покачала головой, на ее мордочке отразилось сомнение. «Тем не менее, если вы подруга королевского советника, то я буду счастлива помочь. Я просто не думаю, что у меня есть время». Пинки с Рейнбоу вытянули шеи, глядя на ее рабочий стол. Пегаска фыркнула. «О, кстати, с этим я могу помочь». «Правда?» — невозмутиво переспросила Голден. «Абсолютно. Вот. Позвольте мне предположить, что 80% всех этих бумаг вы просто должны прочитать и подписать в конце, чтобы заверить». Кобылка в красном платье подозрительно уставилась на дэш. «Все намного сложнее, чем кажется». «В самом деле?» — очень страдальческий вздох. «Ну... нет». «Великолепно!» — заявила Рейнбоу, обходя вокруг стола Голден, к ее большому неудовольствию. Кобылка даже немного свернулась к калачикам в своем офисном кресле, чтобы сохранить то незначительное личное пространство, которое уцелело от подавляющей силы присутствия дэш, вторгшейся в него. «Тогда у меня есть для вас одно слово. Перестань читать, просто подписывайте. Ну, вообще-то, их четыре, но то, которое имеет значение, всего одно». Клерк в красивом красном платье выглядела явно шокированный. «Я просто не могу этого сделать. Я же их заверяю. Это юридический документ». «Да, да, именно так», — пожала плечами Пегаска, указывая на пунктирную линию внизу страницы. «Вот об этом я и говорю. Обладаете ли вы властью изменить что-то в этих документах или исправить, если найдете тут что-то неправильно?» «Ну, я нахожусь в конце длинной цепочки различных пони, так что...» Дэш прервала ее. «Замечательно. Итак, если вдруг обнаружится какая-нибудь неточность, всплывшая позже, именно вам первой будет объявлен выговор?» «Я имела в виду... Нет, скорее всего, виноват будет составитель документа или редактор». «Значит, я не ошибусь, если скажу, что вы существуете лишь для того, чтобы быть юридическим буфером, прикрывающим группы других пони?» «То, что вы говорите, просто ужасно». «Но точно!» Очень неловкая пауза, прерываемая долгим взглядом на горы и кипа ненужных бумаг в трех экземплярах. «Это не является неточным». Был окончательный вывод пони, внезапно впервые осознавший ужасную незначительность своей жизни и карьеры. «Круто! Так что просто подписывайте там, где пунктирная линия, и ничего не читайте. Я примерно на 80 или 90% уверена, что именно этого от вас и ожидают. «И вот вам совет. То, что вам нужно прочесть, это те документы, о которых пони очень небрежно советуют вам не беспокоиться. Да я поклясться готова, что они, вероятно, заваливают вас такой кучей напряженной работы только для того, чтобы нужные документы проскользнули мимо». Голден молчала. Затем произнесла после глубокого, удивительного вздоха. «Я была нанята исключительно для того, чтобы кому-то можно было отрицать причастность к приказу о каких-либо махинациях, верно?» «Почти наверняка!» Мой мир просто перевернулся. «Фантастика!» Это было сказано с величайшей серьезностью. «Откуда вы все это знаете?» В этом вопросе прозвучало отчаянное любопытство. «Потому что я избавилась от трех своих помощников, делающих то же самое, так что у меня всегда было что-то имя в документах, когда возникала нужда в козле отпущения». «Дыш!» Воскрикнула Пинки, в ее голосе прослышались нотки неподдельного ужаса. Пегаска от души рассмеялась. «Не волнуйся, Пинкс, я вовсе не выкидывал их на улицу. Я не чудовище. Я просто договорилась с Пони из отдела РНД. Я как-то пошла туда, потому что думала, что у нас есть целый отдел, посвященный мне. Ну и в итоге подружилась с тамошним начальством. Мы меняли своих ассистентов туда и обратно. Они никогда не оставались без работы больше, чем на час. Больше руководство так ничего и не поняло». «Может быть, вы рассматриваете вариант, мисс Дэш?» Раздался глубокий и довольно удивленный голос, от которого у Пегаски встал дыбом каждый волосок на шее. «Что мы вообще-то знали? Именно вы были моим отрицанием причастности». «Мистер Спаркс!» Радостно заголосила Пинки, бросаясь к бархатному фраку изумленного предпринимателя, который только-только успел подать знак двум крупным, нервным на вид жеребцам, что все в порядке. Твайлайт уже поставила копыта на рычаги, начала наводить прицел, когда услышала то, чего не слышала уже очень давно. «Солен Виктус!» Торжественно произнесла единорожка, никому конкретно не обращаясь, с угрожающей решимостью, когда другой рычаг с клацанием встал на место. «Сик Сэмпор Тиранис!» Звон серебряных колокольчиков разнесся по всей библиотеке. Кто-то нажал на кнопку дверного звонка, часть пара пошла на его активацию, из-за чего давление во всерваторию упало и на мгновение вращения замерло. Намеренно или нет, но кто-то остановил единорожку. Ну что же. Твайлайт глубоко вздохнула, голос Спайка раздался из переговорной трубы. «Ты слышала это за шоу механизмов? Кто-то ждет тебя у двери». «Да, Спайк, конечно, я поняла». «Ух, твой голос! Твой голос какой-то странный. Хочешь, чтобы в этот раз сходил открыл я?» «Мне потребуется некоторое время, чтобы добраться до двери, так что да, будь добр». «Кроме того, не мог бы ты приготовить мне чашечку чая, пока я спускаюсь вниз. Я думаю, что он может помочь». «Ах, да, конечно. Молоко, два кусочка сахара». Спайк знал, что Твайлайт кладет сахар в чай, когда ей плохо. Неужели она чуть не совершила ужасную ошибку? «Да, пожалуйста». Она долго шла к лифту, ожидая приговора за действие, которое еще не совершила. Две кобылки сидели в самодельном домике на дереве, а их сестры о чем-то ругались друг с другом. Жеребята наблюдали за происходящим из-за кучи свежих яблок, сложенных в углу, на случай, если события станут достаточно интересными, чтобы, наблюдая за ними, захотелось перекусить. Эпплблум и Свити каждая взяла по яблоку, когда Эпплджек стала достаточно шумной, чтобы снять кепку и начать экспрессивно махать ей, в то время как Рерити корчила смешные мордочки и странно жестикулировала. «Твоя сестра очень странная», — высказала свое мнение Эпплблум. Свити на это лишь фыркнула, откусывая кусочек своего яблока. Оно было настолько сладким и сочным, что от давления зубов по подбородку единорожки потекли струйки сока. «Пони в стеклянных домах». «Это называется теплица, и это совершенно обычная фермерская практика». «Что? Нет, я имела в виду...» «Верно, это похоже на библейскую аллегорию, да?» Эпплблум, казалось, на мгновение серьезно задумалась над этим вопросом. «А что такое библейское?» «Рерити говорит, что это опиум для народа». Зимна Пони задумчиво откусила кусочек яблока, а ее сестра замахнулась на сестру подруги. Однако сестра ее подруги легко уклонилась от удара. Это было на самом деле довольно круто. «Эпплджек и Биг Мак не выращивают опиатов. Говорят, что у них слишком крепкие морально-нравственные устои для такого. А поскольку устои — это хорошо, то мы выращиваем яблоки». Это звучало разумно для Свити, которая задумчиво кивнула. «Рерити однажды дала мне немного лоу... лау... лауданума, когда у меня был очень сильный кашель, и мне стало лучше, но в то же время я чувствовала себя очень больной». «О том и речь!» — подвела я только Поблум. «Подожди, о чем мы вообще говорили?» «Почему наши сестры такие странные и дерутся?» «А, точно!» Зимна Пони слова вгрызлась в яблоко, наблюдая из окна клуба, как Рерити превратила плоскую кепку Эпплджек в цилиндр, большому ужасу ее сестры. Кобылка фермерша набросилась на Белую Леди. «Интересно, из-за чего они устроили драку?» Свити решила покрасоваться, небрежно поднеся яблоко к арту левитации. Но затея с треском провалилась, так как магии хватило только на то, чтобы просто опрокинуть плод. Эпплблум не засмеялась, но, казалось, понимающая улыбнулась, отчего единорожка покраснела, чуть не умерев от смущения на месте. Кобылка решила сменить тему разговора, чтобы отвлечь земнопони от своего фиаско. «А что так разозлило твою сестру?» «Обычно Эпплджек так бесится только тогда, когда кто-то рассказывает ей о чудесах индустриализации. Она с этим не ладит». «Ух, а что это вдруг?» «Гордость, наверное, семейное наследие. По ее мнению, все остальные пони виноваты в том, что не хотят лучших продуктов в Эквестрии». Свитя откусила еще кусочек яблока, убедившись, что на этот раз использует копыта. «Но это и правда очень хорошие яблоки. Лучшие в Эквестрии», повторила Эпплблум. Теперь их сестры вновь перешли к крикам. Эпплджек пригрозила взять лассо и хорошенько связать единорожку. Релити пригрозила, что ей это понравится. «Наши сестры странные», сказала Свитя. «Эй, ты не хочешь спросить у них, можем ли мы снова навестить Спайка? Он классный». «Может быть, мы и с Пинки там встретимся?» «Но вот она точно странная», проворчала Эпплблум. «Милая, но странная». Свитя Бейль просто указала за окно домика. Релити вскочила на спину Эпплджек, а земнопони бегала кругами, пытаясь ее сбросить. Цилиндр, казалось, каким-то образом приклеился к голове фермерши. «Ладно, замечание насчет странности принято». «Интересно, не одолжит ли нам Твайлайт несколько книг?» Эпплблум фыркнула. «Только не думаю, что у нее есть что-то с картинками». Свитя хихикнула, но замолчала, когда земнопони вздрогнула. Это заставило маленькие шестеренки закрутиться у нее в голове. «Ты не умеешь читать?» Эпплблум покраснела точно так же, как Свитя, когда не смогла взять яблоко магии. «Ну, как бы да. Я могу читать отдельные слова, если их произнести вслух, и я прекрасно справляюсь с расчетами. Эпплджек позволяет мне помогать и вести учет, просто чтобы держать мой разум острым, как топор. Но если наставить слишком много слов слишком близко друг к другу, у меня просто начинает кружиться голова». «Да, тогда мы со Спайком могли бы тебе помочь с тенем, а ты научишь меня считать. Ты не знаешь математики?» Свитя улыбнулась с легким оттенком горечи, что резко контрастировало со смущением Эпплблум. «Рэлити говорит, что о таком хорошеньком леди, как нам, не обязательно знать математику, потому что мы либо найдем хороших мужей, либо хороших помощников. Поэтому я так и не научилась». «О, по крайней мере, она считает меня хорошенькой, поэтому я не злюсь или типа того». «Ну, ладно, хорошо. Итак, если мы заставим наших сестер прекратить ссориться и отвезти нас в библиотеку, то я помогу тебе с умножением, а ты поможешь мне со словами». «Ага». Пискнула единорожка, ее голос сорвался от волнения. «Мы просто должны заставить наших тупых сестер перестать быть такими... тупыми?» «Да». Эпплблум откусил еще кусочек яблока, прежде чем подбросить его в копыте, оценивая вес. «Я предлагаю хидать в них яблоки, чтобы они разозлились на нас больше, чем на друг друга». «Пойдет». Кобылки подготовили целую кучу яблок в домике на дереве, вооружившись во имя дружбы и знаний. Пинки высвободилась из объятий своего бывшего и, возможно, все еще отца. Казалось, жеребец испытал облегчение, но не от того, что Пинки отпустила его, а от того, что ее объятия оказались такими крепкими. «Меня удивляет, малышка, что Твайлайт Спаркл...» Это колебание было вызвано не выпавшим из памяти именем, а тем, что Брайт Спаркс словно готовился откусить кусок особенно неприятного вареного шпината. «Не настроила тебя против меня». Дэш молча наблюдала за происходящим, все время следя за наемными мускулами краем глаза. Пинки решительно помотала головой. «Нет, Твайлайт никогда не говорила о тебе гадостей. Вообще-то она очень милая». Дэш прикусила язык, но, как выяснилось, недостаточно. «Надик, то вон оно не прочитано, да?» Флагман промышленности фыркнул и даже улыбнулся. «Я вижу, вы получили мое письмо. Я на самом деле придерживаюсь о вас определенно высокого мнения, мисс Дэш. Большая тяга к приключениям, способности, далеко превосходящие ваших сверстников, и довольно неплохой хук справа. Совершенно непонятно, почему вы заставили себя заниматься бумажной работой». «Моя новая нанимательница тоже много болтает, как и ты, но она, в отличие от тебя, позволяет мне играться с большими игрушками». Пегаска пошевелила бровями и намекающе подмигнула. Внутри у нее все обливалось потом. Пинки, Пинки была... Ситуация была сложной, и Дэш просто ненавидела происходящее. Ей просто хотелось легнуть старого хрыча еще раз и покончить с этим. Но Спаркс на самом деле вел себя круто, и Пинки смотрела на него так, как смотрела. И Пегаске не хотелось потерять подругу из-за какого-то тупого мочистского куска бычьего навоза, уж простите за выражение. Поэтому Рейнбоу терпела, она тоже могла быть дружелюбной. Черт возьми, она победит его в его же собственной игре. «Как я рада тебя видеть!» Пинки была вся в подпрыгиваниях, объятиях, волнениях и энергии, а Брайт Спаркс казался скорее благодарным, чем раздраженным. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Подозреваю тоже, что и ты, моя дорогая. Подача патентов, подача патентов». На мордочке Голден появилось очень странное выражение, которое Дэш никак не могла понять. Кобыла очень старалась, чтобы все так и осталось. Рейнбоу Дэш слабо улыбнулась. «Вы сами оформляете патенты! Я думала, что у вас есть помощник, который будет делать за вас всю скучную бумажную работу!» «Да, но именно так я и поступаю», с энтузиазмом согласился Брайт Спаркс. «Однако, я бы никогда не назвал патенты скучными. Просто никогда не знаешь, с кем можешь встретиться». Пинки поахнула, снова крепко обнимая жеребца. «На этот раз это была я?» «Да, дорогая, именно так. И это очень хорошо, что мы встретились». «Вся эта сцена, казалось Дэш, очень неправильной, как на это ни посмотри. Просто она никак не могла сообразить, почему». Голден вела себя по-деловому. «Вас тоже прислали сюда со стойки регистрации, мистер Спаркс, сэр?» «О, нет, конечно нет. Я просто зашел поздороваться со своими друзьями, коль я уже здесь. Возможно, даже завести парочку новых из тех, кто попадется мне на глаза». Это звучало разумно. Голден, не переставая улыбаться, продолжил достаточно легкомысленным тоном. «В таком случае, какое удивительное совпадение, что вы пришли в течение часа, как появилась другая пони с патентами, столь похожими на ваши. Просто поразительно». «Это явно немного задело жеребца за живое». «Эм, да. Ну да, так и есть. Очень счастливое совпадение, должен заметить». «Что я слышу, Пинки? Ты решила зарегистрировать свои собственные патенты?» «Ох, Рейнбо сказала, что у меня должны быть свои деньги, хотя Твайлэ, ты очень мила со мной. Дэш говорит, что я должна попробовать быть сильной, независимой кобылой, как она». «Это правда. Я довольно сильная и кобыла», согласилась Пегаска. Ответ Спаркса был быстрым. «Да, ну это очень зрелый шаг для тебя, Пинки. Но подача всех этих патентов самостоятельно может быть очень дорогой. Ты уверена, что можешь позволить себе эти траты?» «Я просто уверена, что не могу. Но Рейнбо была очень милая и сказала, что возьмет на себя административные расходы. Однако мы надеемся получить скидку при оптовой подаче патентов». «Это было несложно. Пегаска просто не будет платить за квартиру в этом месяце. И это прекрасно. Ее домовладелица пыталась выселить Дэш с тех пор, как она потеряла работу в компании Спаркса. Пинки с Пегаской выжидающе посмотрели на Голден». «Ах, извините, но это так не работает». «Ух, ух». У Брайта Спаркса, по крайней мере, и хватило совести выглядеть разочарованным. «Я уверен, что у вас, по крайней мере, хватит денег, чтобы запатентовать те проекты, которые не посягают на мои патенты», произнес жеребец. Наемные мускулы позади него слегка напряглись в неровных рассеянных тенях плохо освещенного помещения, что делало их еще более уродливыми и зловещими. «Погодите-ка». Дэш почувствовала слабину в аргументах и, как всякие по-настоящему пытливые умы, решила разобраться. «Откуда ты знаешь, что они посягают на твои патенты?» «Я могу увидеть некоторые из них отсюда, мисс Дэш». «Рейнбоу, почему вы с таким подозрением ко мне относитесь?» «Хм...» пробромотала Голден, но ее все в основном проигнорировали. «Полагаю, это правда. Простите, что я такая нервная. Очевидно, что я веду себя несправедливо и очень неспортивно. Совсем недавно мне в голову целились из винтовки и я, несомненно, пребывала в довольно дурном расположении духа», заявила Пегаска с гордостью. «Все в порядке, Дэши. Мистер Спаркс все время что-то патентовал за меня. Тогда я еще толком не знала, что это такое, так что он просто помнит, с чем он мне помогал раньше, как мне кажется. Некоторые из тех чертежей и правда были очень старыми. Верно, мистер Спаркс?» Улыбка жеребца стала слабой и хрупкой, хотя и не уменьшилась, но тем не менее казалось, что она стала меньше. «Ты права». Шерсть на загривке Дэш стала дыбом, но она все еще не могла понять почему. «О, замечательно!» Мешалась Голден, вклиниваясь в разговор, как будто пробуждая участников ото сна, в котором офис вокруг них просто исчез. «Тогда мисс Пай уже должна быть в наших документах, и мы можем значительно ускорить процесс. Я уверена, что такой уважаемый жеребец, как вы, подавали патенты на ее имя». Брайт Спаркс вытащил из карманов рака платок и вытер рот, уделяя особое внимание тому, чтобы скрыть выражение своей морды. «Мисс Пай в то время была моей иждивенкой, и мне поручили вести ее финансовые дела. Гораздо целесообразнее было просто подать ее патенты вместе с моими под одним именем». Голден выглядела очень серьезной. «Вы отдаёте себе отчет, мистер Спаркс, что то, что вы говорите, может быть признанием в совершении тяжкого преступления». Хрупкая улыбка жеребца стала жестче. Он замел след, оставленный Пинки. «Да нет же, глупышка!» – смеялась Пинки к немалому удивлению Дэш. «Мистер Спаркс просто был милым!» Голден пристально посмотрела на мордочку Дэш, какие бы противоречивые эмоции она не выражала. Они обменялись понимающими взглядами. Правда, что понимающими, Пегаска не совсем поняла. «Ну, Пинки, ну, Пинки, если это так, то вот мой ключ от архива. Видишь вон того пони в твидовом пиджаке и зеленом галстуке бабочки? Да, он там, куда я показываю. Почему бы тебе не пойти и хорошенько не попросить его посмотреть патенты, которые мистер Спаркс подал для тебя? И ты принесешь их сюда, а мы посмотрим, сможем ли мы тебе помочь. Мне бы очень хотелось их увидеть. Не волнуйся, Даст Джекет – хороший пони». Маленький медный ключик на льняном шнурке был передан в копыта зимнопони из небольшого поддона на столе, и Пинки помчалась, как ракета, чтобы поговорить с предположительно Даст Джекетом. Брайт Спаркс улыбнулся и помахал ей копытом, сохраняя самообладание до той самой секунды, пока Пинки не скрылась из виду. В этот самый момент маска спала, обнажив выражение чистого гнева и ярости вместо добродушного счастья. «Что вы хотите, мисс Дэш? Почему вы так хотите настроить ее против меня?» «Ну, ты тут играешь чертовски грязно, с чего ты решил?» Голден перебила Пегаску, но не повышая голоса, а наоборот, говоря тихо, так что нужно было напрягаться, чтобы услышать ее. «Как давно у вас в этом офисе есть крот, мистер Спаркс?» «Гневное негодование только росло». «Простите, мисс, я вас не знаю». «Нет, но вы, очевидно, стали причиной значительного количества лишних бумаг, заваливших мой стол, и это меня несколько раздражает. Поэтому я спрошу еще раз, как давно у вас в этом офисе есть крот, мистер Спаркс?» «Потому что у вас явно есть какой-то пони, который сообщает вам, когда кто-то подает патенты, похожие на ваши, так что вы можете тут появиться и лично со всем разобраться. Я полагаю, путем устрашающего присутствия». «Это беспочвенное обвинение». У Рейнбоу было идеальное опровержение. «Нет, не беспочвенное, ты полный придурок, это факт». На этот раз жеребец даже не удостоил ее взглядом. «Мисс Дэш, тут взрослые разговаривают». Спокойный голос, как у дипломата в зале суда, донесся со стороны Голден. Она пытается помочь своей подруге. Она также заинтересована в этом разговоре, как и все остальные. «Ее подруге?» Выпалил Спаркс. «Ее подруге?» «Я посвятил больше десяти лет, воспитывая гения в этой измученной душе и лишь для того, чтобы ее забрали с самыми низменными целями». «Например, претендовать на ее патенты как на свои собственные?» Жеребец демонстративно проигнорировал это. «Это же возмутительно незаконно, не так ли?» «Только если ты сможешь это доказать». Тихонько прорычал Спаркс и внезапно его наемные мускулы оказались между ним и даже с Голден. Они что-то настойчиво шептали ему, но Жеребец не обращал на это внимания. «А до тех пор эти патенты нарушают мои. И до тех пор, пока моя помощница добровольно не будет возвращена мне, ты никогда не увидишь небета прибыли от ее работ. Ты, вороватая меркантильная сука!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова